Это нам не Интерсити, да? Следующая станция наша. Да, я еду дальше. А мы уже на Игнатополе будем выходить. По плану вылазки мы должны пройти один перегон от станции Игнатполь до станции Бэйхи. Данный перегон длиной приблизительно в 10 километров. Игнатополе Продолжение следует... Во время поездки на дизель-поезде мы заметили, что за входным светофором станции Игнатполь находится мост, который мог нашим планам помешать. В любом случае это не проблема, я думаю. Уже не впервые мосты проходили. Самый простой был мост в Таврическе, такой менее простой был в Шеве. Ну, по крайней мере казалось, что там вроде бы нормально, но за съемку было траблой день больше. На станции зал ожидания был закрыт. Войти в здание мы так и не смогли. Так что отправились сразу на перегон, дабы ничего не опустить. Вагоны, в которых легковые автомобили перевозят. Они, интересно, используются или это уже мертвый? Потому что бандаж горжавый, это уже мертвый. Склад такой. Тут тоже много лет ничего не происходило. Запущенный. Игнатполь промежуточная станция четвертого класса, юго-западной железной дороги. Расположена на линии Коростой-Обруч. По станции останавливаются только пригородные поезда. Тупик такой интересный. Балка такая стоит, потом впереди нас. Мостик, мостик. Большой мостик. Оказалось, что мост неохраняемый. Хотя будка охраны есть. И, возможно, изредка здесь все-таки она бывает. Просто уникальнейшая природа, правда? Речка Жерев. Такие моменты просто уникальные. Хочется остановиться, осмотреться. Уникальный. Ответвление куда-то в лес. Путь ржавый. Движа на нем давно нет. Ответвление, судя по карте, ведет на станцию Игнатполь-Карьер. Далее мы возле моста ждали. И так не дождались ничего. Обойдем. Поднимемся наверх и может что-то проедет. Надеюсь, что хоть не сейчас. Для меня больше бы открытый участок еще был. Как-то эти тени от деревьев не все освещено не портят. Входной на станцию Игнатполь. По пути у нас такая природа. Напоминает нам линию вокруг платформы, дымерки. Тоже развелась река Десна. Там, конечно, колоссально. Но здесь еще немножко так она. А дальше посмотрим. Дальше, да, согласен. Я имею ввиду здесь, где мы сейчас находимся. Скажи, скажи. Точно здесь так не прошляешься. Болото, болото. Раз. Покалибина в нем. Кто-то тут на зиму готовился. Посрезал елки. Возможно, если кто-то будет здесь железнодорожник. Хотя нет. Не, мне кажется, это на зиму. Готовились, понарезали. Смотри, даже дрова оставили. Ну, мы довольно-таки боялись. Олег на станции Овруч передал нам, что к нам отправился резерв белорусский ТЭП-70. Осталось совсем недолго. Так мы уже неплохо замерзли. В принципе. Отирах секун О, 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 роб, О, О, Сняли мы резерв, меняем местоположение Да, уже показание светофора сменилось в обратную сторону Извините, что-то с такожистыми Эта дефицитент тоже с включенными буферниками маневрировал Ага Но без прожектора Что, у белорусов тоже как бы без прожектора? Нет, там обязательно осигналиваться и демы ночью Как в России, да? Да Но у нас он вроде как не осигналится А у нас другой регламент У нас не обязательно Некоторые знают, а некоторые нет Вот и все Поэтому и РЖД-электровозы у нас не всегда с буферниками Прожектором ехали Да, да Очень заметно Если кто помнит Движ, который я снимал По Конотопской линии И Зерновской линии Да Там ВЛ-80 в основном были осигналены полностью Впереди у нас платформа Мы в принципе будем снимать до того момента Пока мы туда не дойдем Если у нас еще будет время, можно будет двинуть и дальше Но это уже смотря по времени и усталости Это Десятка Я думаю, что С-16 Да, возможно и С-16 Значит Время Тумstill Выращивиться Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Петербург, Кишинев Переключили сигнал Сейчас Кишиневский будет Под тапком Посмотрим какой именно Тапок будет его вести Субтитры делал DimaTorzok В принципе можно продолжать свой путь Остался только один пассажирский Это Киев, Минск, Вильнюс, Рига Остальное уже будем Надеяться что будут Еще грузачи Желательно белорусы Под десятками Еще время пока есть Ну как тебе получилось в принципе снять Более менее И вот это место тоже знакомое Напоминает мне Закарпатье Особенно эти снопы И здесь такой даже холмик Тоже расположен Я больше Закарпатскую область Вспоминаю Там тоже снопы, холмики Уже более-менее равнина Да Ну мы в принципе уже видим Входной светофор на станцию Бэхи Там впереди вроде бы Железнодорожный мост Судя по картам Я не знаю точно как Посмотрим Ну да, но я просто взглянул по карте И там еще какая-то речка Я же не могу понять Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Олег сказал, что бчешная Машка Двинулась в сторону нас Андрей уже начинает солнце мешать капитально Тени ставить Вот, зайдем на эти тени Я тогда зонок пропущу Должна проехать Машка бчешная На желтый Да, и походу вроде должно быть скрещивание Если так посмотреть по расписанию По бэхам должен быть поезд пассажирский Четырех столиц Киев, Минск, Линус, Ревер Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не хило таки груженная Машка проехала Аж чувствовался вес Когда находишься, снимаешь Вся земля вибрирует Двигаемся, короче, к бэхам Дальше Говорю, открытое местечко есть Сейчас займем место Где? Возле входного станем, да? Или где? Чуть-чуть за него зайдем Зайдем за входной Я сейчас посмотрю Просто знаков дофига Судя по всему, главный путь занят грузачом А сейчас должен быть поезд четырех столиц Его пустят на отклонение Как-то дикое это все Ну, сейчас увидим Может быть, откуда я Еще Скорее, быть, живет на дороге Давай, наверное, где-то здесь станем Давай Будет, что там тот мост Немножко мешать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите в следующем влоге Мне такое чувство, что он просто не может тронуться Диана Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок